Игорь Короченко армянам. Вы сидите в фейсбуке, твиттере, телеграмме, вместо того, чтобы сидеть в окопах. В ответ на просьбу в фейсбуке предоставить информацию о том, кто из детей руководителей армянских диаспор отправился воевать на Карабахский фронт, ответа по существу я так и не получил. Были лишь оскорбления и ругань. Такие индивидуумы были сразу же отправлены в пожизненный бан. Об этом написал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Ситуация выглядит по-прежнему. Сами ехать воевать в Карабах не хотят, но призывают, чтобы за них воевала в Карабахе Россия. Если Армения суверенная и независимая страна, оккупировавшая в 90-е годы 20% территории Азербайджана, ну так воюйте самостоятельно и отстаивайте эти территории. Заявил же Пашинян, что Карабах это Армения. А если не можете эти территории удержать, тогда подписывайте мир с Азербайджаном на условиях известных четырех резолюций ООН по наборному Карабаху. Кстати, в Ереване же говорили, что в случае новой войны армянская армия дойдет до Баку. Ну так марш, вперед. Только что-то вместо победных сводок армянского наступления мы слышим непрерывное нытье о турецком спецназе и чернокожих наемниках. Но тех не показывают. Видимо, их тоже сели кабаны в болотах Аракса, как и сирийских террористов. И не Россия виновата во всех ваших неудачах. Виноваты вы сами, уважаемые армяне. Вы сидите в фейсбуке, твиттере, телеграмме, вместо того, чтобы сидеть в окопах на Карабахском фронте. Таковаш выбор. Вы сами этот выбор сделали. А потому сами и воюйте в Карабахе. С верховным главнокомандующим Пашиняном во главе. Это ваша, а не наша война. Ничего личного. Только российские национальные интересы. Надеюсь, я доступно объяснил. Сказал Игорь Короченко.